Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Утро, как всегда, начинается уже у меня с интернета То есть Вторая фактически работа Которую обязательно выполняю Ну вот, видите, уже пишут Андрей Залозный Привет, Серега Как первый рабочий день Да он только начался Все, отписываюсь И убегаем, друзья В принципе, все, что надо, я уже подготовил Это вот шапочку Под китайку Экшен Потом у меня такая интересная Трех нога Сама китайка Фотик Старенький мой Моя уже тоже старая добрая видеокамера На которой ни хера не работает Экран Я ни черта не вижу, что я снимаю Ну, в общем Да, кстати, дополнительный аккумулятор к ней Купил Вот один взял Еще Но это не дополнительный Это ее родной аккумулятор Дополнительный уже стоит на ней сейчас Ладно Отписываюсь И убегаю, друзья Так, друзья Из одежды у меня бушлат Как всегда мой армейский Вспомнил я то, что Первый день 2014 сезона Я начинал с этой шапки Поэтому не будем изменять традиции Нашел ее Такая шапочка со звездой у меня Ну, типа ушанка Ну, китайского какого-то аналога Которая, ну, ни черта не греет и в мороз Но, в принципе, плюс Три на улице Я думаю, в ней даже будет Тепло Далее, что Тоже Экипировка балахом у меня Что штаны Почему одевать такую всю экипировку? Потому что я бываю в берце, друзья У нас вчера плюс пять Там каша снежная Промокнуть в каких-то простых зимних ботинках Желаний нет никакого Ну, а сапоги резиной одевать Ну, еще холодно, я думаю Поэтому берцы До обеда мне хватит Проходить, я думаю Дольше мы работать сегодня не будем Ладно, одеваемся и выходим Ну, все, друзья На улице Время 15 минут Восьмого утра Все закрыл Выходим Из родной улицы И держим путь Здесь пока маяк В общем Как и ночью И днем Было плюс У меня вот тут Подтаяла Тропинка В общем-то Уже вот укол Дом там тоже все подтаяло Вот так как там было расчищено Асфальт тоже, в принципе, сухой Но вот где-то в Парауках Везде налить Страшная налить Наподобие, как у меня Вот здесь вот в низине Так в целом уже все тает И тает достаточно так шустро Ну ладно, друзья Еще увидимся Пришел, друзья У вас уже стоит на парах Работает Со мной Михаил Петрович СПК-Маяк уже Неделю как до четырех работает Что там, комментируй Я рассказываю Что все довольны Что первый день рабочий начался Блядь, почему ты за всех варишься? А, Михаил, прокомментируйте выход на работу, пожалуйста Сама, поехали! Сама, никуда, ничего, блядь, заебал Да ладно, поехали Итак, друзья Уже на месте Уже все в работе Небольшая политинформация от начальства По поводу Предстоящего сезона Весна говорит ранее Готовим технику по-быстрому Константин, вон, помогает мне откапывать крокодила Все, веерно помогать друг другу Теперь я знаю Начал давить У рабочих У каких рабочих? На коллектив На коллектив я имею ввиду Если что-то у меня не получается С ремонтом Я буду говорить Помните, что сказал начальник? Нужно помогать друг другу Вот мне, блядь, трактор Птички обосрали Вот это проблема Так Крышки, Костян Вот сюда вот брошу Все пошли смотреть Леонидович в трактор Ихтиандр тоже устанавливать собираются Но, наверное После уже посевного А так вроде бы собираются искать Блок ему новый Ну не новый, бэушный Как всегда Но собираются Сейчас будут смотреть Крокодила Че как Единственная Озадаченность Это разбитый промежуток У меня На заднем мосту Это вот В общем-то Вот эта вот Вещь Не знаю Я уже показывал Видите, да Что творится Такая же Херня и спереди Ладно Сейчас подраскапаем Костяну Пойдем, наверное, еще Культиватор Подкапываем Да и сзади Херсень, Кость Ой, блядь Культиватор тоже Пример, да? Да это он оторвется Думаю, нах Если выезжать Она сейчас Что-то они тут Пошли, она и сама Ставит Да и да, нах Так, юмзика нам все равно Не понадобится Нам главное 150 Вот такие пироги Ладно Будем работать Буду информировать вас Все-таки Как-никак Первый рабочий день Должен быть интересный Так Максим ТО-30 Подчищает нам Немножко Околокультиватора Кто-то мне звонит Надо откопать Культиватор Чтобы побыстрее Оттаял Да Культиватор 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 Пока я где-то проёбывался, Олег уже тратер разбирать начал. Чё это вы, блядь, в первый день вздумали прямо работать? Леонидыч, а чё тебе никто не помогает, Леонидыч, чё тебе никто не помогает? Фу, блядь, чё тут зерно закисло. Я типа помог, мне зачтётся, правильно? Смотри, я даже со своим ключами пришёл, Олег. Четырнадцать на семнадцать и семнадцать на девятнадцать. Ты понял? Я с твоими ключами пришёл к тебе. Ну и чё, поснимай, перешёл. Чё, скоро поедешь? Делов-то осталось, хуйня, чё, вы глушите или воздухан снял? Чё тут осталось-то? Фу, блядь. Надо свои аккумуляторы поставить, сука, а там всё занято уже, нахуй. Чё-то зарядников много, а работает один только. Да нет, чё-то позвонил я сторожу туда этот, дядя Вить нафиг. Ищет. Там такой колхоз большой, что они там ищут на второй базе. Чё, блядь, делать, блядь, у рукавиц хотел спросить у Ивана, чё он уехал. Ихтиандр, Ихтиандр, Ихтиандр. Я? Да я только весной делал, сколько же их можно? Я не спалил. Да? Ну у тебя, у тебя блок хуёвый. Ты тоже весной делал. Да, надорвал его с бронами. Рядок, блядь, подцепил бородой. Нет, застучал. Это поль плохой был, неровный. Он тряс стиль. Да, блядь. Седение, лоб, отрусила, блядь, чё-то не надо. Да? 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 Блядь, делал бы хуёвый. Ты это не хочешь, я понимаю, да? А мне, может, на мази Иванович заставить, подожди, кладу сменять. Я в тот год от него отнекнулся, говорю, блядь, походит. Да, блядь, нормально. А, ты ведь автомобилей все? Ну да, блядь. Ага. А на мази пиздец, блядь, мотор вынимать, нахуй. А на месте, я хуйня, там, блядь, как-то, ебать. Ладно, Леонидыч, есть чё шуми и подсоблю. Тама. Я где-то на территории колхоза, короче. Ай, блядь, Игорёк. Эй! Хе-хе-хе-хе-хе. Игорёк уже, блядь, свой 80-ый завёл. Ну, как всегда, раз 30 дёргал, с 15-го раз завёлся. Хоть и пускай теперь, братый. Ты понял? Ну. Все работают, Михаил. А ты чё, протягиваешь, что ли его? Нет, по всему. А? Нет, Сергей. А чё такое? Хотел поменять волосы. Чё меня это на утракторе? Ты чё, смеёшься, что ли? Да, Сергей. Чё менять? Наконечники. Ага, какие-то с мелкими шлицами стоят. Вот как, блядь, интересно. Я такой первый раз вижу, Мишка. Ладно. Ладно, пойду дальше. Петрович уже масло на 82-ом меняет. Ой, блядь, Костян уже мой трактор ремонтирует. Серёга чё тоже с 09.25 возится. В общем, друзья, я не ожидал, что мы будем так работать сегодня. Чё нашёл, Кость? Дядь, Федь, ты же маслаешь? Да. А? Ключи. Ага, ключи. Ага, ключи. А как дела-то? Так, крокодил и гена, друзья. Чё с крокодил и геной? У крокодила и гены с прошлого года, кто помнит, отсутствует зарядка. Разбит промежуток. Ну, уже показывал, да? Трясти. Думаю, нет смысла, если вот так вот... Кто говорил, что подшипники поменять? Нет, здесь не подшипники отменять. Здесь нужно реставрировать весь промежуток. Потому что есть такая хуйня, значит разбил его весь. А он уже реставрированный. То есть его наплавливали, растачивали. Но многие говорят, что это дело на один сезон. Далее. Ну, я ещё не подходил к этим вопросам. Петрович, у нас зам. Он в курсе. Ещё к начальнику подойду. Надо, наверное, сейчас воду пропрудить, чтобы у трактора было сухо. Зарядку. Что с зарядкой? Короче, Серёг, спросил, слышит кого-то. Смотри. Вот это высоковольтный провод, который идёт на стартер. Ну, вот здесь вот скрученный, нах, тоже, сказать. И нах, он нужен тут. Ну, чего он тебе сам? Ты сейчас зачистил, скрутил, заизолировал, привязал его к этой. И всё, и он будет ходить. Чём ты просто? Да. Конечно. Вот этот вот, который на зарядку идёт. его надо напрямую сделать на аккумуляторе. Проверим. Мне кажется, датчик, не датчик, а это. Прибор? Амперметр? Да, да. Что-то он мудрит. Через него не похоже. Блядь, тут крысиная трава, хуево туч. И всё, у меня тут обкакали воробьё, воробьинах. А, ты уже вскрыл туда же, блядь. Да и хорошо бы новый фронт прям пустить на зарядку. Вот ты пока открутил, надо этот, блядь, шланг, вон давление масла потёк, нахуй поменять. Ты помнишь, подтекал под педалью? У меня вот был такой, хуйня, вот он вот здесь в масле, блядь, он лопнутый. Вот он, видишь, там под педалью тормоза, нахуй, всё чёрное, блядь. Это он подтекал, блядь. А здесь шланг резиновый стоит, тут его надо заменить, нахуй. Пиздно траву можно выбрасывать, нахуй. Никто её тут не ел. Даже крыс не было, ты представляешь? Вот здесь провод ты скрил, наверно, на этот. Ну это не я заматывал, а Серёга заматывал в своё время. Серёга заматывал, просто надо было привязать к этой трубке, а в них шмыгался, и он так нормальный, с таковым он этим трубкой. Да, но что-то не окисленно всё равно движет. Ну да. Хуйня, у вас. Нет, надо его убирать косян стопудово, но мне не нравится. Вон провод идёт чисто на стартер, стартер со стартером не был у тебя проблем. Со стартером у меня сроду проблемы всегда. Он вот так вот заводит. У-у-у, оборот сделает и пиздец, нахуй. А потом он подумает, нахуй, начинает гонять. А сейчас вот в холодное время, в хуй заведёшь, нахуй. На свечении, мне кажется, нормально, чё-то как это всё. Нормально? Да. А хуйня, толща для 24 вольт. Ладно, косян. Покажи. Чё? Смотри, как пошикнул, блядь, снял. Масло прям? Да. А почему? Хуйня. Чё здесь стекла? Ну ты что, не заводил? Можно обидеть в канал? Может быть, да. Да. Ну, давление нормально, показываете? Угу. Ну, циркуляция должна быть. Ё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Смотри, нахуй. Поклянь, чё тут и нет ничего, Петрович. Вот тут сейчас. Мазут чё-то нет даже. Нету, да. Я думаю, ты ничего покажешь, нахуй. Ну, так взял, когда она пш-пш-пш-пш. Позвал бы, нахуй, когда вот она пш-пш-пш. Да. О, видал, какие себе поколучки дорожники купили? О, смотри, смотри, смотри. О, глякай, глякай. Видал? Прикольный. Так, пытаемся провод поменять на генераторе зарядки. Он коляный весь. И, наверное, придётся нам поменять высоковольтный вот этот, потому что он со скруткой из двух частей состоит. А это не есть хорошо. Аккумуляторы потом, наверное, я к концу дня поставлю на ночь свои заряжать. И будет всё тип-топ. Хорошо бы мотор помыть бы нам, костям бы. О, блядь, всё хорошо будет. Но, к сожалению, мойки у нас нет. Помоешь, нафиг, ещё те, чем появится больше. Продукт? Да, продукт, нафиг, весь. Грязный, блядь, блядь. Ну, чё? Получается чё? Да нет, я туда его кинул. В кабину? Да. Так, щиток я боковой скинул, блядь, чтобы не мешал. Сейчас я, наверное, со стартера откручу этот главный. Провод. Обрезок этот, ёбаный. И оттуда, наверное, надо вытянуть его. А вот где теперь искать, блядь, трубки медные, нахуй, либо заводские заказывать, да? Клеммы тут, Кось. А? Клемм там делать, новые будут там провода. Медную трубку надо, да? Либо медную трубку, либо, блядь, магазинный. Ну, магазин, хуел, они короткие, обычно, блядь. Ну, ладно, сейчас чем перешим, блядь. Так. Провод я это заказал у начальника. В общем, начальник сам вспомнил про мой промежуток. Сказал, что раскатывать будем, делать будем. Так что, чем раньше я его заведу, выгоню отсюда, тем лучше для меня и для всех. Раньше начну, раньше закончу. В общем, такие вот дела. Вообще, сейчас технику заводят. Леонидович свой разбирает. Леха свой 150 разбирает. Оба ремонтируют двигателя. Мне, думаю, пока что об этом думать не стоит. Вроде бы двигатель ходил нормально, давление нормальное. Так что сезон походит. Единственную зарядку привести в норму и вот этот провод. Поменять все провода. Вот так вот. Так, Сереха 0925 завел. Кстати, Леха успел разбирать свой. Выдернул, дать Федин Зил. Итак, что сделано, в общем. Нашли мы провод. Но какой-то он все равно, блин. Не особо он толстый. Ну, хотя вроде бы для этих целей. Не знаю, как он 24 вольта с нагрузкой будет держать. Но посмотрим. Взяли трубки медные, отпилили, заплющили, прикрутили. С той стороны тоже сделали. Теперь дело за стартерами. Если завтра с ним будем зарядиться. То, в принципе, можно попробовать запустить крокодила. Костян вот списал номер генератора. Говорит, посмотрим, как может по-другому схема как подсоединяется. В общем, нужно посмотреть, как генератор подсоединен. И, в общем, надо заводить, выгонять и раскатывать трактор. Цель такая. Взялись мы бодро, резво, шустро сегодня. Так раньше мы никогда не начинали работать. Олег уже мотор там снимает. Если время будет, пойду засниму. Далее. Здесь тоже панель приборов мы сняли. Смотрели. Ампер ветра, как все подсоединено. Так. Наверное, с ящиками с аккумулятором у меня в этом году опять ничего не вырисовывается. Потому что, блядь, работа до хера. В плане подготовки. В плане ремонта трактора. Это вообще крах. Раскатить, скатить. Плюс техническое обслуживание. Заменить все масло. Все такое. Так. Сейчас что мне надо? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, сейчас посмотрю. Все время обед, в принципе. Не знаю, как у нас. Короткий день или полный. Возможно, даже и полный день. Ну, ладно. Так вал аккуратней, дядь Федь. Очень. Не надо гнуть вал. Может, хороший. Мотор будем в новое сердце вставлять ему. Только что-то дойти где-то его. Выше. Еще. Хорош. Опускай. Влазь, Олег. Что, пускай пониженно ручит. Нет, он не ручит его так. Там кто-то ноской. Че, может отъезжать назад на нашу проезжать. Знаешь? Вал только аккуратнее, Олег. Раз. Пускай теперь подымет, нахуй, он на трубе сидит. О, дай. Он на трубе сидит. Он на трубе сидит, Олег. На трубе сидит. Игрушки для взрослых, блин. Конструктор лего, нахуй. Блянь, подынись. О, заебись. Все, давай. Понимай. Сам выскочил, глянь, даже не закипел, нахуй, вал. Я тихо про... А, все, откручу. Нормально? А, я на вторичку. Ты куда будешь, что-то лесу? Туда можете, посуши? Здесь грязь. А, мол, хуярит. А здесь грязь, блядь. Куда? Куда? А он что, заедет разве? Может, поближе хотя бы подвинуть нам? А, да ладно, вот сюда, полоса. Подыми! Блядь, а мне где мой ставить тогда, нахуй? Блядь, Олег! А я бы свой сотратор загнал бы завтра. Ну, я сюда заеду, наверное. Вот сюда вот. Мне его раскатывать надо. Мы должны здесь собраться всей гурьбой, наверное. На бок. А что, ты так на подоне оставишь? А? На подоне так оставишь? Нет, она подон, чтобы он открытый был. И подон, да. Я все равно болтуюсь, два раза придет потом, блядь. Значит, теперь подон? Блядь. Что эти на крыше там? Зеркало? Блядь. Блядь. Заваливай тогда. Да, нахуй. Поднимай его. И на ротье. Стой, 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 стой. Может, до конца пускай его не поднимаешь? Блядь, будь назад, отъехай. Хорош, наверное, Олег. Хорош! А, ну, что? Опускай, пожалуйста. Не, это ж блядь. Эй, не, 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 не. Эй, эй, подымее. Нет. Че, может, проще мне колесо подвинуть поближе, нахуй? Хорош, опускай, наверное. Блядь. Там надо пенёк подставлять, Олег. Пенёк надо подставлять под картер, как-нибудь. Ну, так-то заебёшься, кручить картер, блядь. Так, сняли поддон. Мишка проводит пылевые испытания. Так, что, насос, трубки откручивать, Олег? Да нахуй, не потолзли. У тебя ещё ключи есть простые? Ну, там же. На 19 трубки, трубки, трубки. Так, уголок ты, наверное, не выкручиваешь никогда? От насоса тоже, наверное, её откручиваешь? Слышь, насос тоже откручиваешь? 14. От насоса её откручиваешь? Нет, он так же нет. Сейчас мы увидим, что случилось с их Тиандером. А что с ним случилось? Пиздецом случилось, если он запрыгал на месте аж нахуй. Коренные у неё провернул, вкладыш. Олегу купят новый мотор со старыми дырками. Какой-нибудь бэушный за 40 тысяч от убитого автомобиля. И будешь ты с ним олег ебаться и дальше. В общем, как и все мы. Так как я ебут, никто так не ебут. А, я не ебут как будто, да? И чё там? Вот ты, бля, пиздец, ага. Пиздец? Да. Я могу пальчиком так вот заткнуть. Я чё, держать так будешь, что ли, вкусненький? Опять подписчики скажут, нахуй, на зерно, блядь, масло льём. На хлеб зерно льём. Хлеб выкидывать. Где-то и хлеб заплесневел, и он помойка. Чё, ты там инструмент не собирал кося? Так ты и остался лежать? Надо там убрать только. Сунь, конечно. Всё равно потом вытаскивай. Чё какой? Мы ничего не откручивали. Нет. Все. Одновременно. Можешь такой быть? Да все к нему. Сухой? Да все они мокрые. Значит рабочие. Закручивай, брат. Сухой. Хуй, дядь, любой. Я его выкручиваю. Хочешь крайний, хочешь средний. Хуй, знаете, там все есть. Сейчас он насос крутит, Олег. Олег, а ты большие ключи мне брал что ли инструмент, Олег? Олег. 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 Ну я знаю там не хватало. Стружку, блин. Стружку видишь? Ну вот он у нас. На сетке. А, на сетке? На сетке. Это насос указал? Да. Нет, ничего. Ну и козел какой-то их тут и отдаст. Да, так хуй. Да и так не увидим, Олег, с тобой ничего наверное. Ну когда посинее и делали. Ну это хорошо проехать бы. Да он и ехал с поля на нем. До суда? Он там в поле задоробанил и сюда ехал на нем. Ни хуя себе. Тут точно сказать не хуй. Может опять встук как ехал? Там вкладыш на нет наверно. Да ладно, там давление упало, говорит, нахуй. А вообще и давление упало, нахуй. Затрес, как хуй, значит что оно. Значит коренные, блин. На, пошли, ключи сейчас. Может коленвал пополам сломал, слышишь? Может коленвал, хуй, знаете. У меня ломался, а пополам коленвал-то. Все может быть. Все может статься. Машина может поломаться. И чем-то может изменить. Ну все, полега бросил, пей. Такого праздник может быть. Ладно, что, пойду инструмент перенесу. Иди, неси больше. У Мишки передний мост не срабатывает, не включается. Вот он его тестирует. Что-то где-то не контактит. Новый трактор, а что-то у него не срослось. Здесь. Вроде бы, когда удовлетворил нормально, а в последний день переставало. В ходе от порядка. В шипении. Наслился. В шипении. Что-то происходило. Что-то вид, да? он под нагрузку тоже включатся там не работает о вроде есть я тут никакой не вижу по этому гулять не проходимость не ухорошего блюдо 11 по такому с него вылетали бля гулять в году они сами себе не помните этот ёбаный бычок понят он будет никто не все на это черт гоняет мрак как догоняет каждый день это блядь до поры было ну да ну плать на это кому еще раз не получится не коренный хулилиф пойдем руки мид на посмотреть солярки помыть на руки бьёк все равно но я помогал если я ты че делаешь зелом дядь фей четко лицо снял бля лёхе дело в дохуя да ему и вкладыши на поменять моторе да и валы на коробку и и валы на коробку да и первичную это вторичного блять кабину снимать блять коробку вскрывать ну короче чё чё я делал в ту весну когда у нас одновременно на ебнулся чё я еще хочу поработать все домой время время первый час до час короче работаем пойду к я инструментарную беру со 150 и можно собираться вот такой был день итак друзья иду домой как обычно время час только работаем до часу пока что в общем снимать особое время и не было сначала с кастином откапывали культиватор немножко почистили 150 потом приняли за 150 и начали менять сами видели провода поменяли кое-какие если завтра аккумуляторы в принципе зарядится то попробуем запустить будет водя горячая вода если в принципе то нужно уже заводить ждать нечего весна подступилась быстро сегодня тоже тепло достаточно было таяло все ручьи бежали далее леонид начал снимать мотора глядеть чё там поломалась но всеми посмотреть не получилось у нас чё именно у него провернул там коренный не коренный сказать что коренные вкладыш привернула лег тоже разбирает 150 ему нужно и вкладыш поменять потому что кто смотрел весной когда сломались сразу три трактора черный день хозяйства назывался видео я там коленвал проворачивание моторе и он в одном месте закусывал то есть скорее всего там протертости есть и износ на вкладышах но ему еще надо заменить валы на коробке потому что у нее старые валы стояли ему купили в том году еще но не поставили принципе слава богу что он отъездил но еще один сезон ждать не стоит в общем все потихоньку начали чем-то заниматься кто уже масло меняет на мтз петро чуть менял сегодня дядя фич там зила тоже выгнал сегодня в общем кто-то что-то уже начал заниматься то есть опять-таки время не жмет друзья может так припечь что уже в апреле начнем выезжать в поле а там в целом день нормальный особо веселиться шутить не когда было все сразу разбежались с утра я владимир иванович нам начальник политинформацию всякую прочел то что цены в два раза выросли то что где-то придется под экономить где-то что-то придется подужать вот принципе на людях у нас не экономят ну на чем-то нужно экономить будет подужать с горючей смазочными материалами и с прочими в общем такой друзья был день оживленный достаточно легче не был сторожа хоть многие ждали его будет он послезавтра теперь он только сегодня сменился с ночной смены так что сказал лег позвонил все что приготовил для вас куча анекдотов так что эту кучу будете ждать ну все всем пока друзья такой был первый день в принципе нормально нормально не перетрудились счастливо двое воров забрались на хлебзавод ночью их там встретили хлебом и солью горячим хлебом из печи и солью из двухстволки сторожа петровича переставляю